Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Покашеварим. Это означает, что сегодня будет что-то вкусное. Сегодня готовим блюда из детства, так сказать, из записочек наших мам и бабушек. Знаете, у всех вот были тетрадки такие, которые лежали во втором ящике стола выдвижного. Я не знаю, напишите, было у вас так или нет, где были записаны какие-то рецепты. И вот непременно у всех должны были быть орешки со сгущенкой и пироженки-абрикосики или пироженки-персики. Это песочные пирожные с начинкой. Я чуть-чуть сделаю не так, как делали в детстве там моя мама-бабушка, да. Я сделаю чуть по-другому, мне кажется. Я надеюсь, будет лучше. В общем, погнали! Классный, ностальгический пироженки. Начнем с приготовления теста. Яйцо и сахар вместе взобьем. Вот так вот. Размягченное сливочное масло. Все пропорции в описании к видео или на сайте у нас. И теплое молочко. У меня здесь мука. Я ее сразу смешиваю с разрыхлителем. Просеем через сито. Я хочу немного цитрусовых ароматов. У меня нет ни апельсина, ни лимона. Я поэтому попробую немножко цедры достать у мандарина. И замесим тесто. Муки, может быть, еще немножко добавлю. Так. На самом деле, отличное тесто получается. Мы его уберем в холодильник. Масло еще подзастынет, оно будет плотное. Ну, а так вот я больше муки, в общем, не стал добавлять. Я немножко так мукой припылю. И уберу тесто в пищевую пленку или пакет. С пакетом, кстати, удобнее. И в холодильник хотя бы на полчасика, чтобы масло обратно застыло. Все, тесто подостыло. Оно стало более плотное. Теперь мы его разделим на равные кусочки. Вот так вот удобно делать ножом. Я надеюсь, приблизительно у меня получилось одинаково. Я уверен, что все из вас знают, что я дружу с компанией Самура. Их ножами я пользуюсь уже в вечность. Эти ребята постоянно мне привозят всякие новинки. Супер острые, классные ножи. Но суть не в этом. Суть в том, что вы тоже можете получить эти ножи. Причем абсолютно бесплатно. В описании к видео будет ссылка на Инстаграм Самура. Вам нужно подписаться. И еженедельно Самура будет разыгрывать один набор Самура Харакири. Это классные ребята ножи. Поэтому подписывайтесь, следите за обновлениями и участвуйте в конкурсах. И, конечно, удачи выигрывайте. И у меня тоже, кстати, недавно был конкурс. Тоже мы разыграли набор ножей. Поэтому и на мой Инстаграм советую подписаться. Вообще не исключено, что у меня тоже будем периодически разыгрывать какие-нибудь ништяки. В общем, все ссылки в описании. Какой будет размер ваших будущих пироженок, решайте сами. У меня скорее это будут абрикосы, нежели персики. Такой компактненький размерчик. Делаем шарики. Каждый этот шарик разрезаем пополам. И у нас получается вот такая вот будущая половинка пироженка. Его немножко приплюснем и выложим на противень. 180 градусов. Минут 15 все будет готово. Вот и все. Печеньки выпеклись. Я их не выпекаю до состояния, чтобы они прям были красивого цвета. Потому что цвет мы сейчас добавим. Чем белее, тем лучше. О, такие красотульки. Чуть-чуть подрумянились и все, достаточно. Я немножко сейчас дам подостыть. Пироженки теплые. Я вот так маленькой ложечкой немножко достану центра, чтобы у нас побольше начинки вместилось. Надо делать аккуратно, потому что тесто песочное, оно может и развалиться. Вот, я навыковыривал, но кое-каких все-таки половинок мы лишились. Вот, например, поломанная. Хотя она еще сгущенкой может, наверное, починиться. Теперь я беру чисто вареную сгущеночку. И вот так вот закладываю внутрь. Можно любой крем, в принципе, использовать, который имеет свойство закрепления. Какой персик или абрикос без косточки? Я кладу фисташку. Да, это соленая фисташка, но она отлично подойдет. Оп. Ну и что, осталось соединить? Соединить вот в такой круглый потенциальный абрикосик. Естественно, надо подбирать по размеру. Прежде чем делать действительно такую ностальгическую, феноменальную красоту, я отправлю это в холодильник минут на 15. Ну, чтобы все это подостыло, подзастыло и было более плотненьким. Теперь задача обмакнуть во все цвета, которые мы хотим. У меня здесь тупо морковный сок какой-то покупной. Можно, конечно, самим выдавить. Не вопрос. Можно использовать красители, безусловно. Будет более яркие цвета, но я не хочу. Я буду использовать натуральные вещи. Чуть-чуть пусть впитается. Меня категорически не устроило, как красить покупной сок. Я на него рассчитывал, но не получилось. Поэтому я сгонял за свеколкой. Обычная абсолютно свекла. Обычная абсолютно марля. С помощью нее будет удобно мне выдавить просто сок. Вот это вот покрасит вне всяких сомнений. И просто вот так вот чуть-чуть окунаем. И оставляем подсохнуть. И когда немножко влага впиталась, обваливаем в сахаре наши персики. О, красота! Если украсите какой-нибудь зеленушкой, типа мяты, это будет прекрасно и празднично. Знаешь, что вот в этой теме... То, чего я уже не смогу сам поймать. Вот этого ощущения, когда ты сидишь в другой комнате, я не знаю, что ты там рисуешь, делаешь уроки, да? Оттуда откуда-то вот с кухни идет вот этот прекрасный запах свежей выпечки, да? Которую делает там твоя мама. И вот этого ощущения я не смогу ощутить. То есть сейчас это сможет поймать Дима, который сидел в соседней комнате и лупился в Инстаграм, или что он там делал, не знаю. Дим, что ты там делал? Секрет. Секрет, секрет делал Дима. Вот. И мои дети смогут это ощутить. А я уже все, я уже готовлю, понимаешь? Я уже этого лишен. И вот эти вот ощущения, когда приходишь, вот эти вот всякие поломанные кусочки печеньки съесть. Чудеса. Ладно, короче, все. Я в ностальгию жестко ударяюсь в такие моменты. Я налил себе кофеек, хотя в детстве, естественно, был чаек, а не кофеек. Давай попробуем. Этим пирожным вообще надо дать полежать. То есть фишка этого теста не в том, что оно песочное и хрустящее, а фишка в том, что оно должно быть нежное. Для того, чтобы оно было нежное, им надо дать повпитываться хотя бы часик-два, и тогда вот прям будет то, как надо. Хотя и свеже-хрустящие пироженки почему бы и нет. Вот. Многие, наверное, задают вопрос, какого черта там делает соленая фисташка. Соленая и сладкая офигенно сочетаются. Ребят, эталон это соленая карамель. Запомните. Вот это идеальный вкус вообще. Фисташечка пошла. Очень в тему. Очень в тему. Обожаю фисташки. Вот фисташки люблю, а фисташковое мороженое терпеть не могу. Представляете, бывает же так. В общем, классный и вкусный бисквитик. Что еще надо? Ну, то есть, объяснять не надо. Внутри сгущёнка. Лучше хорошую покупать. У меня фигня какая-то. Сгущёнка была. Что за фирма? Уже банку выбросил. Хорошую сгущёнку берите. И будет счастье. Фисташечки или какой-нибудь кешью внутрь заложить. И вообще будет отлично. Уже, в принципе, мягенько. Сколько прошло там полчаса мы по трындели тут с Димкой. Очень вкусно. И очень красиво. Повторяйте обязательно. Давайте. Всего вам вкусного. Прямо вообще кайф. Чего я держу? Не пойду. А, ты за камерой. Сиди там, кнопку паузу жми. Иголками наливай кофе. Садись за стол. Очень вкусно. Спасибо.